В России по футболу встречались Волгоградский ротор и Ставропольская Динамо. Сразу же, буквально с первых же минут, почувствовав себя хозяином не только на поле, но и хозяином положения, волгоградцы оккупировали половину поля Ставропольчан и последовали атаки одна за другой. Попав в тиски жестокого прессинга, гости, однако, отнюдь не стушевались и организовали ряд острых вылазок к воротам Саморукова. Особенно заметны были в этом плане Кудинов, кстати, его проход вы сейчас и видите, Валерий Заздравных, бывший игрок Волгоградского ротора и другие игроки. Причем, как нападающие, так и защитники Ставропольчан отнюдь не чурались таких ударов по воротам. Но это все в будущем. Воплотить это огромное территориальное игровое преимущество предстояло в дальнейшем. А гости отнюдь не отсиживались в обороне, и вот такие острые контрвыпады частенько заставляли защитников постоянно вспоминать о своих прямых обязанностях, то есть обороне ворот. Блестяще в этом матче сыграл Андрей Саморуков, но и об этом чуть позже. А пока атаки одна за другой на ворота Кузко воротаря Динамо Ставрополя. Владимир Недегаус в прошлом матче, в основном завершавший атаки Волгоградцев, в этом матче выступил в роли так называемого диспетчера. И после его точных выверенных передач Волгоградцы могли не раз открыть счет, но подводила недостаточная техническая оснащенность. А это уже Валерий Заздравных. Чуть-чуть погрузнел, чуть-чуть исчезла острота, и Валерий Заздравных уже не узнать. А это Кудинов, один из героев матча. А это Андрей Саморуков, еще один герой матча, но уже составил Волгоградцев. Как никогда удачно отыграл он в этом матче. В последний матч сезона, безусловно, хотелось, я думаю, игрокам ротора, чтобы он остался в памяти болельщиков, как яркий спектакль. И они старались. Они бьются за мяч. Видите, Александр Царенко буквально выцарапывает мяч. Удар Недегауса выше ворот, удар Есипова. Валерию в этот вечер не везло фатально. То вратарь, то штанга, то мимо ворот. Сколько возможностей было у Есипова не сосчитать. Очередной момент у ворот Ставропольчан. Царенко бьет штанга, но, пожалуй, вратарь перекрывал момент удара. Напоминание, так называемый звоночек, о том, что гости команда не из робкого десятка. Конечно же, спижонил Валерий Есипов. Самому надо было завершать эту атаку, а Юверетенников уже не смог перебросить Коско. Какой финт, какой пас Недегауса, но не успевает к мячу Олег Нечаев. И вновь Недегаус, вновь выверенный пас. А это, пожалуй, безадресная передача. И этот парашют Коско взял прям-таки без труда. Разминочка для вратаря. Недегаус. Нечаев. И вот он. Первый мяч в этой встрече. По-моему. Пожалуй, даже ошибся вратарь гостей. Все-таки ближний угол. Это целиком и полностью угол, за который отвечает вратарь. Недегаус. Нечаев. Нет, не хватает. Как, впрочем, и на всем протяжении сезона, не хватает Олегу то технического мастерства, то просто-напросто какого-то времени, чтобы подумать, посмотреть, увидеть партнера и отдать ему точный пас. Торопиться. Сергей Жуненко подключается к атаке. Нечаев подправляет буквально под рабочую ногу веретенникова мяч. Несогласованность партнеров и острая контратага гостей. И так вот на встречных курсах и проходила практически вся игра. Ещенко. Александр в этом матче много подключался к атаке. Но был момент в этом матче, который, я думаю, останется в его памяти. Об этом чуть позже. Частенько допускала ошибки и оборона волгоградцев. Видите, как вольготно чувствует себя Ставропольщане. И опасность возле ворот Саморукова возникала именно чаще всего после вот таких фланговых прострельных передач. Но тут уже необходимо взаимопонимание вратаря и защиты. Дмитрий Кудинов рвался к воротам. И только бросок в ноги Владимира Герасченко разрядил обстановку. И вновь, как коршун, над штрафной парит Андрей Саморуков. Блестящая передача в разрез Владимир Герасченко. Капитан команды. Куда же этот пас? Пас загадка. Ну а тут уже... Очередной неточный пас Олега Нечаева. Жаль, момент упущен. Это уже Владимир Нерегаус, вспомнив о своих прямых обязанностях бомбардира, пытался наказать оборону Ставропольчан. Не удалось удары выше. Юрки и форварды, полузащитники Ставропольчан, Кудинов, Маслов. Они заставляли волгоградцев постоянно играть с оглядкой на свои ворота. Ну а в те моменты, когда волгоградцы расслаблялись, тут же следовало наказание. Ну здесь уже просто-напросто неточный удар форварду. А так моментов ворот волгоградцев, вы сами видите, было предостаточно. Если поврвется к воротам, ну что делать? Не его вечер был у Валеры вчера. Андрей Саморуков в этот матч, в этом матче, в этой игре, он продемонстрировал, что может стоять прекрасно не только, что называется, в раме, на линии ворот, но и на выходах сыграть. Близится к концу матч. Казалось, особых проблем волгоградцев возникнуть не должно. Но здесь очередной зевок обороны. И вы видите все сами. На левом фланге защитники не успели перекрыть эту простыльную передачу. А Дмитрий Кудинова не успел перекрыть его визави Александр Ещенко. 1-1. А крест на всех надеждах волгоградцев мог поставить капитан команды Шестаков. Но его удар в нижнем углу ворот берет Андрей Саморуков. Выручил воротарь. А здесь уже волгоградцев мог выручить Владимир Нигаус, но не удалось. Итак, 1-1. Дополнительное время. Кстати, температура в этот вечер на центральном стадионе Волгограда была плюс 5. И я думаю, игрокам как волгоградского ротора, так и Ставропольчанин, в принципе, не улыбалось за дополнительное время. Что делать? Предстоит играть еще 30 минут. Виктор Прокопенко меняет Александра Царенко. На поле выходит Александр Тройнин. Эта замена роковой оказалась для гостей. Почему? Вы узнаете буквально через несколько минут. Шанс отличиться имеет очередной шанс. Здесь умеет отличиться Владимир Нигергаус. Александр Ещенко прекрасно. И передача в разрез выводит его. На удар, удар. И вновь голкипер Ставропольчан на высоте. Очередная атака в волгоградцев. Но вновь высокий, прыгучий вратарь Ставропольчан берет мяч. А это уже удар Булатова. И сдрогнули трибуны. Думаю, если бы гости забили этот мяч, волгоградцам отыграться было бы невероятно трудно. И вот он. Удар Александра Тройнина на последней 120-й минуте. Гол. Гол вздревели трибуны. И этот спектакль закончился победой волгоградцев. Спектакль, потому что такой интриги предположить, пожалуй, не мог никто. Ваши впечатления о сезоне? Ну, во-первых, о сегодняшней игре. Нервов много, но это хорошо. Когда болеешь, это нормальное явление. Минут не задержу. Понимаю, ноша на руках. Хотя и своя. Как зовут? Павел. Сколько лет? Три годика. Павел спит и видит в себя футболистом. Скорее всего, он просто домой очень хочет, сильный. Олег. Лучший бомбардир команды. Атакующая сила команды. Как она проявила себя в этом сезоне? Насколько она была дееспособна? Насколько она себя, как говорится, проявила? Ну, мне кажется, все наши нападающие сыграли на уровне. Немножко не везло. Вот в последних играх Вове и Нидергаузе. Были шикарные моменты, он просто не использовал. Олег Нечаев, мне кажется, добавил по сравнению с прошлым сезоном. Почувствовал уверенность. Ну, а Валер Викторович немножко с приходом Виктора Евгеньевича играл не на своем месте. В принципе, он играл для пользы команды. Мы в этом только приобрели еще мощь свою, как сказать, атакующую. Ну, я думаю, что мы сыграли на уровне. Сезон твоими глазами. Не знаю, как ребята, но для меня он сложился неудачно. Я очень хотел медаль. И мы ее сами упустили. Только это... Наверное, был черный день. Для меня вообще это был кошмарный день. Я не мог даже представить себе, как так нужно, что мы упустили. С командой, которую должны были обыгрывать закрытыми глазами, и мы проиграли еще. И тем более на своем поле. Мне кажется, что... Хотя мы задачами не выполнили, попали в Еврокубки. Но хотелось, конечно, больше медалей. Добавить еще одну. Мне кажется, это было бы вообще здорово. Когда, ну, прямо, скажем, был провал, ну, и на старте того же чемпионата, я помню, я давал интервью, я не помню, вам или кому-то, я говорил, что мы все равно без медалей не останемся. Мы все равно попадем в Европейские кубки. Ну, я первое, к сожалению, обещание не выполнил. Но, говорит, там кто-то виноват, нет, наверное, прежде всего, виноват всегда руководители. Ну, а если уж так по большому счету, без всяких каких-то либо там, закавычек, все-таки мы второй год попадаем в Европейские кубки, это о чем-то говорит. Это уже говорит о стабильности, это говорит, наверное, о профессионализме, это говорит о том, что у команды есть все-таки будущее. Как бы там тяжело он ни был, во что бы ни стал, мы состав сохраним, во что бы ни стало. И, помимо того, и, наверное, кого наметили пригласить, нам надо обязательно пригласить, у нас есть слабые игровые места, и, естественно, надо пригласить футболистов. Безусловно, но имя системы радует то, что есть великолепный, просто я сказал, роскошный, шикарный молодежь. Это и тоже Беркетов, и Андрюша Кривых. И я не специалист, я умоляю, ради бога, вдруг тренер на меня обидится, но я как болельщик. Можно я так вот? Ну, Виктор Евгеньевич, прости. Да, не только Виктор Евгеньевич, но и же и тренеры другие, и тоже Павлов, и есть тот же Торпеда Волоскова. Бударин. Бударин, которого человек просто обожаю, уважаю. Вот, я не лезу их в специфику, это не специалист. Но, вместе с тем, я думаю, что все-таки Илюшин, это парень с большим, с большим будущим, и вместе с тем он сегодня уже настоящий, я думаю, что это игрок, который, наверное, поможет в основном в составе сегодня в роторе. Вот, и Чемоченко. Просто неплохой. То есть есть сегодняшний день, откуда взять. Вот, и завтрашний наш день, где успешно работает наш тренер второй команды, Марышко Юрий Федорович, человек, который одержимый и влюбленный в свое дело. Вот, и там у него ряд игроков, которые просто шикарных. Петр Николаевич Орлов, надо отметить, на сегодняшний день он передает 8 человек из интерната уже во второй команду. То есть, вот этот процесс, который на Западе, это уже система является, у нас он только-только начинается, но он двинулся. Раз двинулся, значит, будет успех. То есть мы сию минуту не живем. Мы приглашаем и будем приглашать, но мы не забываем за своих. Мы даем возможность раскрыться и обязательно подтянуть свои малыши, которые тренеры наши, местные, вложили труд, благо того, чтобы ротор играл стабильно, и ротор блистал на фоне России и Европы. Петр Николаевич, 7 лет прошло с момента Вашего появления, первого появления в команде ротор. Помните тот ноябрьский день, вечер, когда Вы играли опять же в кубковом матче против Киевского Динамо? Конечно помню. Та игра, что-то осталось от нее, самые запоминающиеся моменты, может быть, ребята, которые там сотворили чудо и обыграли грозный в то время Киевский Динамо? Вы знаете, прошло время и сравнивать две разные игры в футболе, тем более по парашистам времени, и, ну, трудно, какая игра была лучше. Я все-таки думаю, что та игра там был покласснее соперник Киевского Динамо, вот, и та победа, конечно, если мы сегодня говорим о кубке, она была значимее, значительная. Но сегодня другое государство, другая игра, вот, и я думаю, что сегодняшний кубковый матч заставил поломоваться всех. Если бы я был боленщиком, я бы с удовольствием это такое держащее в напряжении драматическую игру посмотрел. Вот тот состав, можете Вы кого-то сравнить, ребят, по именно, по технике, по физике, по такой функциональной подготовке с сегодняшней командой? Ну, почему же нет? Вот, та команда была хорошо подготовлена. И в той команде были игроки, которые по прошествии времени наверняка украсили бы этот состав. Даже так, спустя 7 лет? Да, если бы они сохранили свои кондиции, допустим, ну, на том уровне, на котором играл наш капитан Никитин, он бы сегодня тоже спокойно играл бы у нас в составе. Я ни секунды не сомневаюсь. Не в укор, допустим, нашим сегодня атакующим игрокам. Они тоже представляют сегодня серьезную силу. Виктор Евгеньевич, прошло всего лишь, ну, несколько месяцев с момента Вашего появления уже вторичной в составе ротора. За счет чего команда совершила этот фантастический рывок? Ну, блеклая игра была. Обилие ничьих. Самой игры, чисто такой, рисунка игры не виделась. И вдруг едва-едва не зацепились за тройку. Я все-таки думаю, что за счет, мне кажется, за счет организованности и организации. Вот. И у нас, конечно, некоторые игры только были, значит, ну, если не блестящие, то добротные как по содержанию, так и по результату. И для того, чтобы говорить о том, чтобы, ну, команда, для того, чтобы сделать команду, нужно время. Вот. И поэтому из того, что было, я пытался работать на результат. Вот. И, в принципе, мы почти его достигли, почти. Нам не хватило этого злополучного очка. И я должен сказать, что если бы мы с того восьмого места, после первого круга подобрались к европейским кубкам, и в последнем матче, обыграв соперника, вышли на четвертом месте, то радости не было бы предела. Но это четвертое место с привкуском горечи, потому что у нас третье место уже было в кармане медаль. Ну, просто этот вообще непрогнозированный такой убийственный проигрыш. Субтитры создавал DimaTorzok